Приветствую вас на первом циничном канале, и сегодня мы обсудим новые карантинные меры, которые со следующей недели, как я понимаю, вводятся в Москве. Вот сейчас только прочитал новость, в чем суть. Так, Собянин ввел какие-то новые карантинные меры. Ладно, не буду читать новость сейчас, не буду искать. Самое главное, там одна из карантинных мер, что теперь подсоединяются контролю над самоизоляцией. Кстати, никакого карантина не объявлено, тем не менее, меры вполне себе карантинные. Так вот, контролю над самоизоляцией подсоединяются московские камеры, но имеются ввиду автомобилисты. Если нету пропуска у водителя, то, соответственно, по номеру машины, по мере движения, под каждую камеру проезжает, будет штраф 5000. То есть, смотрите, что интересно. Вот это давайте обсудим. Просто у меня это вызвало определенные ассоциации исторические. 5000 с каждой камеры. В принципе, ничего нового. Вы когда нарушаете, например, скоростной режим, то же самое. Вас штрафует каждая камера. А между тем, смотрите, что такое административный проступок? Это факт вот совершения какого-то противоправного действия. То есть, чем определяется тяжесть последствий от этого действия? Собственно, тяжестью последствий или наличием камер на дороге? То есть, какая взаимосвязь между количеством камер и вашими действиями? Ваши действия, например, нарушение скоростного режима. Даже не берем сейчас карантин. Понятно, оно определенный социальный вред носит и полагается определенная санкция за него. Но почему, собственно, количеством камер эта санкция умножается? То есть, есть превышение скоростного режима. От и до, допустим, в диапазоне. Санкция такая-то. Но представьте, если камеру поставить через каждый сантиметр. Вы просто проехали, вы разогнались до этой скорости. Вы уже на миллион налетели. То есть, почему, собственно, количеством камер умножается санкция? То же самое здесь. Ну, 5000 штраф понятен, ладно. Но как он коррелирует с количеством камер? Тем не менее, штрафует каждая камера. И нету никакого механизма, например, если вам пришло 10 штрафов с интервалом там в 10 минут они выписаны, то это единое длящееся правонарушение. Есть такое понятие юриспруденция. Длящееся правонарушение. Но оно единое. Оно совершалось там в течение 10 минут. И, соответственно, санкция за него единая. А не несколько раз. Это нарушает принцип, основополагающий принцип вообще права. За одно нарушение, одно наказание. Будь то нарушение, правонарушение, будь то преступление, нельзя наказывать за одно действие несколько раз. А здесь, по сути, вас наказывает каждая камера. За длящееся правонарушение. За одно длящееся правонарушение. Вы, к примеру, в течение 5 километров ехали с превышением скорости. На 5 километрах сколько? Одна камера, 10, 100, сколько их поставили. И исходя из этого, получается, что тяжесть санкций определяется вообще не правонарушением, а действием третьих лиц, действием установщиков камеры. И это, в принципе, нарушает основы права. Это бред. Но, тем не менее, это работает. Так вот, знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает не такое далекое прошлое. Прошлое, российское, еще под немецкой оккупацией. Так вот, существует мнение, что коммунизм, например, и фашизм были в чем-то похожи. Ну, есть такие несознательные, да? Несознательные товарищи, которые высказывают такое мнение. Ну, например, мне чем бы это мнение, скажем так, было оправдано, казалось бы оправданным? Ну, например, было очень многого в идеологии. Я уже говорил, что, к примеру, лозунг на входе в Аушвиц Беркинау, в известный лагерь смерти немецкий в Польше, в Освенциме. Да, это Освенцим. От труда к свободе и труд делает свободным. И практически аналогичный лозунг в Соловецком лагере, намного раньше. По-моему, от труда к свободе. Там труд делает свободным, а здесь от труда к свободе. Но, собственно, очень близкий лозунг. И, кстати говоря, именно в этот лагерь, в Соловецкий лагерь особого назначения, приезжала немецкая комиссия. Практически до начала Второй мировой войны с немцами Советский Союз очень активно дружил. Это были союзники. Союзники по разделу Европы. Вот, дружили. Соответственно, были обмены опытом. Приезжала немецкая комиссия в Соловецкий лагерь. Опыта набиралось. И вот потом аналогичный лозунг возник на входе над шлагбаумом в Аушвиц Беркинау. Ну, что еще общего можно выкроить? Нет, сознательные граждане, конечно, говорят, как? Как можно сравнивать коммунизм и фашизм? Коммунизм это же все светлое, что в мире есть. А фашизм это фу-фу-фу. Тем более, даже там и немецкое вот это. Ну, то, что считается не фашизм в Германии был. А там социал-демократия был. Не социал-демократия. Да, по-моему, социал-демократия это называлось. Но не фашизм как бы был у них. Фашизм был в Италии. Так вот. Но, тем не менее, какие-то сходства еще были. Ну, в общем-то, да, были печки, например, для крематория. Печки для крематория и в Советском Союзе, и в Германии, в концлагерях, и в Советского Союза, и в Германии, изготавливались фирмой ТОП и Сыновья, немецкой фирмой. То есть, та фирма, которая поставляла печки в свое время в Советский Союз, например, в Екатерининской пустыне ныне, а на тот момент Сухановская тюрьма, такая печка стояла и работала. Работала на нужды НКВД. Вот такие же печки, например, стояли в Бухенвальде, в Освенциме, как раз в Аушвицберкенау, в Дахау, практически во всех немецких лагерях. То есть, много-много. Дубинки, например, для избиения заключенных были тоже немецкие у Советского НКВД. То есть, много-много очень такого вот общего было. Но, разумеется, как сознательные граждане, мы считаем, что ничего общего нету. Вот. Но это ладно. Мне вспоминается больше частный случай. Вот в связи с этими штрафами. Штрафами под каждую камеру. То есть, не вашим правонарушением, не вашими действиями определяется санкция, а количеством камер, которые вам по дороге встретились. Так вот, не знаю почему, никакой связи, сами понимаете, нету. Мне вспоминается один рассказ моего деда. Как погиб мой дальний родственник. То есть, это был какой-то двоюродный, по-моему, брат моего прадеда. Так вот, когда немцы оккупировали Тульскую область или часть Тульской области, где жил мой дед, соответственно, вот эта деревня в оккупации оказалась, у населения той местности был обычай солить огурцы в бочках и бочки топить в реку. Ну, холодильник, естественный холодильник. Потом, когда огурцы просаливались, бочку вынимали. Так вот, немцы оккупировали, отобрали еду у местного населения и прознали про эти бочки. Ну, а как искать? Мирное население сидит, ждет, бочки не вынимает. Зачем? Немцы все равно отберут. Зачем же вынимать? Нету никакой бочки. Все, она там где-то на дне лежит. Вот. А вот немцы потом уйдут. Бочку вынем. Не уйдут, не уйдут. Ну, зачем ее вынимать? Все равно же отберут. И тогда немцы издали указ. Если вынимаешь бочку огурцов из этой, свою, из речки, то пополам. Половину отдаешь немцам, половину забираешь себе. И, соответственно, вот этот мой дальний родственник на это повелся. Вынул свою бочку огурцов, тут же немцы у него забрали половину, а половину он забрал себе и поехал на подводе. Ехал, ехал, и встретился и другой отряд немцев там же. И они говорят, слушай, ты разве законно не знаешь? Половина огурцов наша. Он говорит, так я уже половину отдал. Говорит, чувак, ты что? Половина наша. Начали отбирать у него эту половину. А он что-то с ним поругался. Короче, они вот не сразу убили, а привязали к подводе. Облили, по-моему, водой, привязали к подводе и отпустили. И лошадь медленно шла. Он отвязаться не смог. Он простыл. Простыл, он доехал живым, поболел какое-то время и умер. Вот. Мне это вспоминается. Как раз вот это вот ополовинивание по дороге. Вот. Я говорю, что никакого, никакой связи между фашизмом, коммунизмом нету. Никакой связи между этой историей и современными камерами нету. Но мне она почему-то вспоминается. Вот это вот изменение своих же правил игры, скажем так. То есть сам говоришь, и тут же их меняешь. И, в принципе, издаешь закон, и его же нарушаешь. Вот. Не знаю уж, почему эти две истории мне как-то взаимосвязанными кажутся. Поэтому я думаю, что в ближайшее время несознательные граждане могут увидеть не только связь между каким-то там коммунизмом и фашизмом, но и как-то, скажем так, присовокупить сюда современную власть, которая количество штрафов определяет количеством с собой же установленных камер. Вот. Такие вот соображения без всякой взаимосвязи. Субтитры создавал DimaTorzok